МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как говорят в народе, сытый голодного не разумеет. И здоровый больного тоже. Правда, абсолютно здоровых людей пора записывать в Красную книгу. Но и больной больному рознь. Это становится понятно тогда, когда встречаешь на своем пути человека в инвалидной коляске или видишь беспомощного лежачего, который нуждается в уходе. Уже третий год подряд в Трехгорном проходит акция с кричащим названием «Хочу жить». Цель ее проведения – помочь тем, кого сломила болезнь и сделала немощным. Приобрести для них средства реабилитации, не входящие в федеральный список – нереальная мечта. И только благотворительность и людское понимание может сделать эту мечту реальностью. Хотелось совместить полезное с приятным. Сделать из традиционного уже мероприятия праздник, чтобы он запомнился всем участникам акции. Особенно им, ради кого все это. Люди с ограниченными возможностями, возможности видеться часто не имеют. Для колясочников преодолевать препятствия, а они на каждом шагу – просто жизненный подвиг. Я вообще живу один, и весь день уходит на домашние дела. Не весь день, а большая часть времени занимает семейные домашние заботы, домашние хлопоты. Разумеется, что с родителями это вы связь поддержите. Родители в какой-то мере помогают, не забывают. Друзья. Хочется отдать должное тоже, что не забыли. Бог что-то отбирает, а что-то дает. Что-то вы для себя открыли новое за последнее время? Я бы сказал немножко по-другому. Может быть, не открыл что-то новое. Я просто, может быть, потерял что-то ненужное, что у меня было в жизни, когда я был совершенно здоровым человеком. У меня были одни какие-то потребности. Теперь, когда со мной это случилось, все ненужное отвалилось. Можно вот так, грубо говоря, сказать. И сейчас то, что я имею, вот это я имею уже по полной программе. В хорошем смысле слова это все, то, что у меня есть, вот это все добыто. Просто поменялись ценности. Поменялись ценности? Ну, ценности нет, они ценности не поменялись. Ценности как бы остались, все равно ценности те же. Просто подходишь уже к решению вопросов, может быть, с другой стороны. И где-то проще это получается. Где-то, наоборот, приходится преодолевать это с большими... На что-то тратится больше сил. А что-то, наоборот, легко дается и... Вот. Вот, Сергей, вы говорили, что вы очень много помогаете другим. Ну, помогает другим. Ну, сегодняшнее мероприятие тоже я предложил... Я просто позвонил сам, спросил у Оксаны Лозы, какая-то помощь нужна. Тоже Оксана предложила, говорит, если вы можете подъехать, подъезжай, конечно. И там где-то что-то картинки повесить, что-то, может быть, показать, где-то прикрепить. Никогда не отказываюсь. И только с удовольствием, потому что понимаю, что, может быть, моя помощь кому-то она еще нужна. О Ларисе Ефимовой мы рассказывали уже не раз. Вот где пример стойкости и оптимизма. Ну, как вот сейчас твоя жизнь складывается? Я знаю, вот коляска тебе намного облегчает общение. Конечно, и пандус, и коляска. Я вообще... Человек совсем другой стал. Мы сейчас очень много путешествуем. Вообще, ну, вообще здорово, правда. Грибов-то набрала? На базаре. А что, в лес не выезжаешь? Нет, у меня муж не грибник как-то, мы поэтому... И не рыбак. Нет, далеко не рыбак. Предпочитает меня куда-нибудь, вот, говорю, мы на Кургазак, мы везде ездили, и вот... Ну, везде, везде, везде мы ездили, вот, отдыхали, везде. Совсем другое мировоззрение было. Мы больше сейчас друг с другом вместе. Мы друг... Мы не можем уже все это... Работали он на работе, я на работе. И, в принципе, это мы... Утром в трассе, вечером, спокойной ночи и все, все... А сейчас, ну... Как говорится, не было счастья, да? Да. А сейчас, мне кажется, даже жить интереснее стало. Лариса вывезла во дворец культуры Икар весь свой веселый зверинец. На продажу вы... Нет, я это просто выставляю показать людям, ну, у кого есть желание, то я могу это сделать на заказ. Как-то, говорю, первым, например, ну, тяжело, это как-то отрывается от ребенка, от себя. А так, пожалуйста, без проблем. Ну, наверное, без проблем-то все равно не бывает. Да. Потому что повторить на бизнес то, что сделала первый раз, невозможно. Если закажут, допустим, я могу это без проблем быстро на это связать. Поем многолюдно, и это радует. Значит, люди неравнодушны. Мы вообще представители школы 112. У нас в школе существует клуб, этический клуб, где живешь среди людей. Где, в общем-то, основное направление клуба – это социальные проекты и благотворительная деятельность детей. Приучаем видеть вокруг себя людей, которые нуждаются в помощи. И самая-то главная моя задача – это сделать так, чтобы помогать людям. Это было обычное состояние души моих детей. Как Вы относитесь к тому, что в последнее время очень много об этом говорится, чтобы дети с ограниченными возможностями, даже умствами, они учились в нормальном классе, с обычными детьми. Чтобы дети привыкали, что все мы одинаковые. Природа просто одних отделила, дала одно и забрала другое. Ну, отношусь к этому положительно, потому что такие примеры есть. И дети, в общем-то, должны учиться общаться с людьми, с такими. А они, как правило, в общем-то, замкнуты в своем пространстве, в своей квартире. Из-за всех приборостроителей, принимая участие в сегодняшней акции благотворительной «Колесо от жизни», все приборостроители ценят этих людей с ограниченными возможностями. И несмотря на их ограниченные возможности, они в большой жизни выполняют большие дела. Любое хорошее начинание не обходится без благословения. И неважно, к какой вере ты относишься. Есть такое понятие, у каждого человека есть, наверное, слово «сострадание». Когда человеку больно, мы должны чувствовать эту боль. И уметь всегда вовремя быть, подойти и помочь в свое время, чтобы потом не было самому печально. А то, что мы много раз ухватываемся тогда, когда уже произошел пожар или как. И поэтому надо человеку уметь отличить, где добро, где зло всегда. И потому что и в Коране, и во всех священных книгах написано, что добро и зло. Всевышний Аллах не спасла на землю добро и зло. Но человек, как разумное существо, он должен определить, именно где добро и где зло. И понимая все это, что мы хотим принести добро. Хочу прежде всего сказать и поблагодарить всех тех, кто сегодня пришел на эту благотворительную акцию. Потому что, как говорит Господь, все блаженные и милостивые, ягодьи помилованы будут. Что означает, что тот человек, который дает от себя, то есть он больше получает, нежели который принимает. Поэтому от лица, от своего лица, от лица всех наших прихожан, хочу вас поблагодарить, что вы избрали такую благую деятельность, можно сказать, жертву, то есть взяв от себя частичку, подарив тем людям, которые нуждаются в ней. И поэтому пусть Господь благословит все ваши благие начинания, мир в душе вам и помощи Божьей. Храни вас всех, Господь. Участники акции сменяют друг друга. Представители городской администрации, приборостроительный завод, школьники, волонтеры, студенты. Несмотря на то, что студенты далеко не богатый народ, мы никогда не можем остаться в стороне от таких акций, проводимых в нашем городе. И именно поэтому здесь, сейчас и сегодня мы хотим вести частичку себя, частичку своего добра в эту очень нужную акцию «Хочу жить» и придать некую денежную сумму в фонд этой организации. Среди участников акции – творческие коллективы. Людмила Подольская исполнила несколько прекрасных романцев. В том саду, где мы с вами встретились, Ваш любимый путь кризантем расцвел, Плен в душе моей расцвело тогда Чувство яркое световой любви. Песня «Хочу жить» Опустел наш сад, вас давно снег, Не прошу одна, вся излучина и невольные. Все возрекатятся, приеду в ночи пустом кризантэру. От сверей узнала кризантэрный сад, Моя любовь всё живёт, Моё сердце больно. От сверей узнала кризантэрный сад, Акция «Хочу жить» состоялась. В акции очень хочется поблагодарить. Во-первых, завод нам очень хорошо помогает. Мало того, что он помогает нам финансово, Он и привозит эти средства реабилитации. Особенно хочется поблагодарить «Арадио» Это «Августис», то есть он нам в течение общества открыли, Он нам всегда помогает. Потом нам «Пицца Грица» помогает. Этот «Маршзавод» помогает. Это «Альтернатива» помогает. То есть у Кулиона нам помогли то, что… Вообще-то мы пытаемся благодарить тех людей, Людей, предпринимателей на форуме и в газете «Спектр». А вообще, вы знаете, было очень приятно видеть, О том, что за первые два вот этих, ну, за три года Мы получили переводы от людей, ну, от физических, Ну, как, от физических лиц. Вот, то есть это первое, что это… То есть это признак того, что это есть доверие к нам. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал самоделкиным, Идите в гости к коту Матроскину. Да нет, не в Простоквашино. В Центральную детскую библиотеку, Где он давно прописался и учит детей полезнейшим вещам. Сами сейчас все увидите. Эти интересные экспонаты сделаны ребятишками. Начиналось это все с того, что однажды Кот Матроскин поселился в зале «Подрастайка». Обустроил уголок для творчества наших читателей. Пригласил друзей и стал устраивать мастер-классы По изготовлению поделок своими руками. Идея эта нашим маленьким читателям очень понравилась. Они стали приходить к нам все чаще и чаще. Стали приглашать своих друзей, родителей, бабушек и дедушек. Так возникла идея появления клуба «Выходного дня» Мастерилка Кота Матроскина. И Кот Матроскин, конечно же, поработал и дальше над этой темой. Появилась специальная служба поддержки. Появились книги-помощники, которые могли бы помочь ребятам найти интересные идеи, Чтобы потом воплотить в творческих своих работах. Появилась и хозяйственная служба, где находятся различные материалы Для изготовления этих самых разных поделок. Также у нас есть коврик, на котором размещается реклама от Кота Матроскина. Где мы приглашаем всех наших гостей на новые встречи нашего клуба. Кстати, воспользуясь случаем, хотелось бы пригласить наших новых гостей На следующую мастерилку Кота Матроскина, которая пройдет 28 октября в зале нашей библиотеки. В зале подрастайка будет она называться «Встречаем вместе Хэллоуин». Ну а вот 30 сентября у нас такой вот маленький день рождения был. Нашему клубу исполнилось уже два года. И Кот Матроскин вместе с библиотекарем Еленой Анатольевной Романовой Отметили эту встречу мастер-классом «Чудесное превращение овощей». Хотелось бы еще отметить, что по итогам всех этих встреч у нас появляются выставки творческих работ. Мы хотели бы вам и сегодня их продемонстрировать. Совсем недавно, 14 октября, у нас была встреча в клубе под названием «Игрушки из леса». Эта выставка тоже вашему вниманию представлена. Хотелось бы немного особенно отметить эту встречу, потому что у нас появились новые друзья в нашем клубе. Особенно мы гордимся дружбой с самым маленьким читателем нашего клуба – это Тимуром Бурангуловым. Ему всего два года и девять месяцев, но он изготовил уже игрушки и подарил нашему клубу. Они находятся на выставке. Заседание в клубе проходит два раза в месяц, иногда чаще, по воскресеньям с 12 до 17 часов. Никаких ограничений для посещения нашего клуба не существует, особенно возрастных. Мы рады видеть всех наших читателей у себя в гостях. Нина Федоровна вам рассказывала о работах, которые они делают в зале вместе с детьми, вместе с родителями. То есть процесс в библиотеках видит вот здесь и сейчас. Работы, которые мы получаем в наших акциях и в наших играх, мы не видим. Мы видим уже результат. Само процесса, он остается за кадром, потому что он происходит дома. Дело в том, что летом в нашей библиотеке проходит очень много очень интересных акций, конкурсов. Объявляется летняя игра «Лето с изюминкой», открывается сезонный клуб «Настроение», работает творческое содружество «Теремок» в зале «Взрослите». И вот результатом вот этих акций, конкурсов и игр являются творческие работы. Какие-то дети выполняют самостоятельно. Это, конечно же, видно, но они не менее ценные, чем более богатые работы, выполненные вместе с родителями. Получив детские творческие работы, мы по-разному с ними их представляем, по-разному с ними работаем и позиционируем их. На основе каких-то мы оформляем книги и представляем их с читателями, если это какая-то письменная работа авторская. Если это работа рукотворная, то он попадает на выставку, конечно же. Оформляются на их основе какие-то настенные игры, ими украшаются книжные выставки. Вот сейчас вы на стене видите новый стенд, на котором представлены новые работы, некоторые работы «Летняя игра «Лето с изюминкой» и работы ребят из Содружества «Теремок». Здесь нет игры, здесь у нас объявлено голосование. Называется стенд «Подари свою симпатию». Вот такая вот веселая многоножка на вырост, которую придумали ребята из «Теремка». Вот она приглашает нас к этому голосованию, призывает «Подари свою симпатию». Симпатию подарить очень просто. Нужно просто взять маленький лицо, чем бумажечки, которая на столе лежит, и написать номер одной из четырех работ, которая понравилась ребятам, и опустить специальный ящик для голосования. Все крайне просто. Затем мы подведем итоги, и авторы наиболее понравившихся ребятам работ получат свои законные призы. На стенде вы видите очень интересный момент. Мы попросили в «Летней игре», которая была посвящена юбилею города, юбилею нашей библиотеки, юбилею театра, попросили подумать, какой могла бы быть стелла нашего города, потому что у нас ее нет. И вот на стенде голосования вы видите несколько работ ребят, где они такие стеллы придумали и выполнили в виде рисунка или в виде макета. Также здесь на стенде вы видите работы из «Осенних листьев». Это уже ребята из «Содружества Теремок» делали. Вы видите поздравления, которые ребята не воскликнули, где они изобразили плакаты, где они изобразили свои восклицания. Количеством знаков восклицательных они изобразили. Громко из своего восклицания – поздравляем. А красочностью – свою эмоциональность. Вот со всеми работами можете знакомиться. Детская фантазия творит настоящие чудеса. Они вырастут и, наверное, не утратят потребность ко всему необычному. А взрослые им в этом помогут.